Вернулись к трехлетнему циклу. В правительстве представили проект закона об областном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов. Ивановский регион – один из субъектов Российской Федерации, имеющий большой государственный долг. И такие же непозволительно большие расходы на его обслуживание. Кредит, полученный областью с федеральной казны в размере 4,9 миллиарда рублей, позволяет сократить эти траты. Но вместе с тем его предоставление накладывает определенные обязательства. Кроме сохранения дефицита на уровне 10%, основным критерием, которого необходимо достигнуть 2019 году, является сокращение доли общего объема долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, до уровня не более 5,10% суммы дохода бюджета без учета безвозмездных поступлений. Выполнение этой сложной задачи возможно только при профицитных бюджетах в течение всех трех финансовых лет. Доходы областного бюджета на 2017 год запланированы с увеличением на 5,5%. НДФЛ, налоги на прибыль организации и акцизы – вот основные наполнители губернской казны. Структуры акцизов наибольшую долю имеют акцизы на нефтепродукты. В их распределении наметились перемены. Начиная с 2017 года уменьшится общий норматив зачисления акцизов на нефтепродукты бюджет из субъектов РФ с 88% до 61,7%. Данное изменение пока по предварительной информации Министерства финансов РФ для Ивановской области снизит источники дохода по акцизам и, соответственно, приведет к уменьшению источников формирования Дорожного фонда. Что касается расходов, то на следующий год они зафиксированы на уровне 26,1 миллиарда рублей. Более 60% от этой суммы будет направлено на выполнение социальных обязательств. Однако система поддержки населения, по мнению главного парламентария региона, требует серьезного реформирования. Я не устаю приводить один и тот же пример. Я полагаю, крайне неэффективным и социальным, несправедливым, с любой точки зрения, когда мы оказываем меры социальной поддержки. Учительницы, проживающие в Ивановском районе, можем оказывать меры социальной поддержки более 7 тысяч рублей в месяц по коммуналке, а учительницы, которая проживает в сельском населенном пункте Ильинского района, 300 рублей в месяц. Причем это одинаково заслуженные люди, но получающие совершенно разную поддержку из регионального бюджета. Губернатор Павел Коньков поделился с коллегами информацией о том, что стоит ждать серьезной поддержки от федерации. Сколько точно, будет решено в середине ноября. По моим предварительным переговорам в Москве, Ивановская область должна получить существенную прибавку к федеральным дотациям. Это прибавка существенная, это даже не миллион, а миллиард, может быть и больше рублей. Но сегодня у нас нет при рассмотрении бюджета никаких оснований учитывать ее в бюджете 2017 года. Пока информация не подтверждена, эти деньги учитывать не будут. Учтут потом. Теперь проект закона отправляется в областную думу. С ним предстоит серьезно поработать депутатом. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.